Всем привет! Сегодня делаем бутербродное сало. Для того, чтобы сделать бутербродное сало, нам нужно следующее. Тоска, мясорубка, купленная временно 5 лет назад, кусок сала, перец, сухой чеснок, специи и ножик. Первым делом для того, чтобы приготовить бутербродное сало, его нужно порезать на кусочки. И обязательно с него нужно снять шкуру. Когда-то давно я учился в университете и изучал такой предмет, как биохимия. Так вот, нам наш профессор рассказывал, что основная часть всего холестерина, около 90%, как раз содержится в шкурке, которую многие так сильно любят. Шкуру нужно срезать обязательно. Есть некоторые деятели, которые крутят сало прямо со шкурой. Считают, что если без шкуры это будет, то данный продукт можно будет называть маргарином. На самом деле, к маргарину сало не имеет никакого отношения, потому что маргарин делается из растительных жиров, никак не сживут. Здесь снимаем с него шкуру. И ему отложим в блюдечко. Если попадется немножко мяска, то не страшно. Как оно пахнет домашнее. После того, как мы перемололи наше сало, мы добавляем соль, перец, специи и один маленький секрет. Также в сало я добавляю сухой чеснок. Никак не обычный, потому что со временем он теряет вкус и приобретает такой запах, который мне не нравится. Поэтому я использую сухой чеснок. Специи. Тут смесь разных травок всяких. Можно всыпать любые, какие вам подходят. И добавляем... Нет, ребята, это не водка, это вода. Вода необходима для того, чтобы специи и соль лучше растворились. И сало быстрее пропитает. Также сало с водой, оно более мягкое потом и легче намазывается на хлеб. Это важно. Все это дело мы теперь перемешиваем. Сейчас я его попробую на вкус. Отлично. Соль достаточно. Перца немного. Теперь мы берем вторую тарелку и перекручиваем сало повторно. Можно два, а лучше три раза. После того, как сало несколько раз будет прокручено через мясорубку, оно станет однородным и будет очень легко намазываться. У кого есть электрическая мясорубка или может не жалко блендер, то можно перекрутить, естественно, не вручную. Это гораздо быстрее и проще. Все, наше сало уже готово. Теперь мы можем спокойно его сложить в какую-нибудь емкость пошире, чтобы удобнее было потом доставать ножиком или там чем-то и намазывать на хлеб. И в таком виде храним в холодильнике. Приятного аппетита! Пока!